всем привет с вами андрей у нас рыцарь бумаги и пират 3 часть собственно ежедневные награды давайте заберем у нас тут осколки зеркала увеличивает категория на бои также склянка на тысячу энергии для всевипатии в принципе неплохая склянка учитывая то что она бесплатная собственно зеркало увеличивает таргет врагов на на вас позором и агар дает полезная склянка второе ну 150 энергии я думаю бесполезны для пальчиков слишком мало на танк давайте заберем библиотеки книжки 9 13 5 7 и 11 уровня книжки забрали давайте выкинем большинство из них нам не понадобится 7 уровень нам не понадобится 5 уровень нам не понадобится скорее всего 9 у нас 13 11 уровня книжки у нас 80 тысяч в этом выпуске хотелось бы пофармить вместе с вами золото у нас бесплатно ежедневно есть монетные награды ежесуточные скажем так также у нас сегодня еще 27 гемов дали собственно мы немножко получили монет давайте вместе с вами оформим золото потому что как вы помните в прошлой серии я не смог пробить личинок они собственно были сейчас я вам покажу вот в этом городе в городе красных пустош я не смог пробить и тут чтобы до них дойти только 17 тысяч надо но думаю если мы сможем набить 120 пол в принципе будет неплохо давайте вместе с вами попробуем это сделать ну вот например нам нужно собрать собственно давайте соберем 34 уровня гвоздь нам достаточно много должно с него дать ну понятное дело что не здесь мы будем собирать мы будем собирать где-нибудь здесь до 300 тысячи на дорогу но все-таки но на нас напали раньше в принципе нам особо разницы нету где вытряхивать нам главное не на той локации вытряхивать обратите внимание мы инициативу в ноль проиграли у нас кроме клерика все остальные ходят вообще в жопе мира ну а тут жирные гоблины по 300 тысячи и еще и гремлины блин ну в общем и целом тут самое страшное это вот это чудо и следом за ним маг который стоит он кидает кровоток и сало которое просто большинство тушит за 3500 мы скорее всего не убьем и попробуем давайте по площади ударим сейчас паладин рано или поздно проснется паладин просыпается и начинает бить молотком минус 3 собственно выбили квестовую склянку в принципе можно и здесь ее пофармить будет и номер от и рота это понижение так называемого ржавость понижение хп персонажа здесь у нас организовано так чем больше цифра рота тем меньше противника срезать мы его не сможем пак степ работает по принципу опережения инициативы если вы не опередитесь эту инициативу вы не сможете ее нанести дополнительный урон со спины давайте просто побьем мобов в идеале конечно поменьше уровень взять но опять же мы инициативу проиграли мы не вновь тут нам немножко повезло но гобли у нас точно жирный поэтому я думаю нам нет никакого смысла тут бодаться нам нужно вот этого взять на убить мага потому что он дает сало и у нас после против сало шансов не так много будет ходит клерик добивает лучника собственно остался один гоблин но гоблин ничем особо не примечательный добить мы его скорее всего не сможем давайте вопрос застанем если нам конечно не дали это сделать фокс степ также не сработает потому что у нас рога ходит третьим а гоблин первым собственно мы вырезали гоблина давайте посмотрим количество склянок которое нужно покрасить еще одна склянка должна давайте ее все таки вытряхнем с этой локации чтобы не особо сильно двигаться она как вы понимаете с шамана будет трястись под номером 6 пробуем срезать их и паладин добивает кого сможет минус 2 неплохо эти 2 очень жирных они 3500 3563 если быть точным на них повесилась роте и он собственно его добил а роте также перенеслось потому что цель ходить рядом пробуем добрать а враги с неким шансом могут сбить сигараты так называемые отрезательные дебафы это будет порезка в x2 соответственно если у него сейчас 3 то порезка в x2 это один с половиной но учитывая то что полпора не бывает здесь только целая цепь а скорее всего единицу срежут ну и просто бак степы мы добили ну и получили последнюю третью склянку квесты у которой мы ходим по квесту и возвращаемся обратно и забираем свои денежки которые нам предлагаются мы выдали около двадцати тысяч двадцать четыре даже тридцать четыре десять давайте посмотрим что здесь это хотелось бы пробить но это у нас скорее всего очень жестокий квест у него картинка такая мы пока не готовы к этому квесту мы фармим золото в выпуске по возможности в идеале бить вот такие вот квесты собственно вот например и проводить вот этого персонажа до леса давайте его проводим ну они там даже все поговорили мы собственно провожаем его сейчас будет бой за две тысячи собственно у нас напали инициативу как вы видите мы проиграли ноль пытаемся потушить магов потому что маги самое опасное они особенно высокоуровневые они кидают грудь кидают сало которое нам просто очень тяжело будет против него стоять сало это невозможность использования умений срезали минус два минус три даже остался одна лук один лучок давайте лучок подрежем собственно все мы забрали и скот закончился сопровождение вот этого карда праздника поводного мера нам еще немножко денег дали здесь скорее всего костов не будет как показала практика поэтому идем дальше в подводный город возвращаемся и соседнюю с ним локацию деревеньку подводную ищем тоже опять же сопровождение сопровождение опять же сопровождение 9 уровень берем его на стебель гвоздь я пролистываю побочные гвоздь чтобы не отвлекаться на них собственно у нас напала рыба ну рыба ходит последняя потому что у нас шаман ее отправит в последнюю очередь то что рога ходит первым то мы бьем его бак степом так назовем арт спину для того чтобы она нанести максимально урон рога у нас бьет 6000 собственно а мы за этот квест получили около 11000 в принципе неплохо давайте посмотрим дальше что у нас здесь нам говорят нужно желе фиш победить четыре штуки но их скажем так как их не сложно победить но проблема в том что есть квестя легче поэтому мы не будем как говорится желе фиш это если не ошибаюсь одно желе давайте посмотрим есть он здесь вот она собственно так называемые медузки у нас ну вот это легкие ребята но зачем нам нам же нужно попроще вот это конечно шикарная арба хотелось бы ее забрать но проблема в том что нужно каких-то анкорректных мобов убить я даже не понимаю где их искать не написано поэтому мы мы просто берем квест на поиск собственно шарпендир и вернуться к фермеру давайте возьмем квест на поиск предметов там тридцатый уровень нам в принципе мы идем в противоположную сторону от квеста дателя на нас напали пара мы инициативу проиграли практически в ноль кроме одного даем стан этого гоблину а он у него стан сработал даем массажер и через удар по площади рогой пытаемся их срезать ну вот собственно о чем я говорил что он вам походил у нас проблема возникла обратите внимание роты не распространилась на остальных это по идее должно было но видимо это не работает попытаемся добить молотком да у нас получилось добить ну собственно это конфета который крит дамаг дает собственно вы можете увидеть 10% на 5 боев для одного персонажа очень полезные конфеты на самом деле 10% конечно не самые в идеале чтобы не сильно страдать мы можем опуститься еще ниже давайте опустимся чуть пониже и будем пить здесь полно очень плохо что первый ходит клерик но это в принципе не особо важно давайте убьем эту летучину так и есть у них очень мало здоровья самый центр только самый жирный здесь 1700 остальные все меньше тысячи ну собственно все погибли и 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 еще один бой для того чтобы получить конфеты инициативу мы проиграли да вы видите тут до 400 тот самый жирный центр давайте убьем центр попытаемся по крайней мере паладин бьет давайте посмотрим сколько он бьет по тысячу в принципе он всех может добить кроме центровых поэтому давайте просто ударим паладином а рога остались добьет конфета мы получили она квестовая давайте посмотрим сколько у нас покой скрещен еще вот так давайте еще как вы понимаете самый лучший будет самый жирный здесь наша задача просто его срежем в принципе все они уже погибли потому что рога удар около 1000 и они все падают а раньше я думал что эффективный способ качать золото это в данже но эффективный способ именно на квестах качать золото потому что квесты они более предпочтительные в этом вопросе возвращаемся за 2700 и смотрим сколько нам он дадут монет ну вот как вы видите нам дали 1040 примерно давайте посмотрим еще там говорят до леса даете давайте прибежим до леса ну да лес будет дешевый в плане того что копейки с него получен потому что лес низкоуровневый его цифра до 20 было поэтому для нас он низкоуровневый то есть был бы 33 кост или 50 то есть на сбор предметов то мы бы очень много то есть это просто получили из того что он низкоуровневый минус один а убили у них 1000 хп то есть рога скорее всего их не обобьют ул а у у у у у у с у у И бьем бак так называемым молоточком паладина, чтобы остальных всех добить. Паладин примерно по тысячу у меня все бьет. Рога тоже. Но паладин, именно молоток перекидывается только в том случае, когда добивается цель. А если цель не добивается, молоток не перекидывается. Соответственно, опять-таки, у нас уже 80 тысяч. Возвращаемся, собственно, в годный город. Почему именно в годный город? Тут просто дешевле. В плане фарма, по крайней мере, между локацией не ходить. Тут геометрия, собственно, которая, так называемое кладбище, оно достаточно много золота потребует, 13 тысяч, чтобы в один день. Поэтому не стоит брать квесты. Лучше уж что-нибудь другое. Собирать вот 33 ура, и, например, на мухоморы можно взять и собрать. Давайте, сможет, соберем 3-3 ура мухоморы. У нас, собственно, 180 тысяч. Сейчас посмотрим, сколько после этого квеста появится. Берем, собственно, бой. Тут, скорее всего, самый жирный будет Гроблевая. Давайте посмотрим. Нет, самый жирный шаман. Убился. Значит, первого шамана убьем. Убили шамана. Убиваем лучника. Лучник, он своим умением высасывает магию из ваших персонажей. Очень мерзкий противник, на самом деле, особенно если он очень долго живет. Нам, кстати, обратно, что они не дали квестовый предмет. Это говорит о том, что локация подобрана неверно. Давайте попробуем еще раз. Если квестового предмета не будет, нас интересуют 4 мухоморы, то тогда нам нужно просто менять локацию. Обратите внимание, мы инициативу проиграли. Самые простые, как вы помните, это шаман. Потому что шаманы в первую очередь тушим. И даем масс агр для того, чтобы все били танка. Ну, как сказать, не масс агр у нас. Ну, по трем целям агр тут идет. Плюс с неким шансом того, что танк может сам сагать одну цель. Там шанс 25%. Кстати говоря, я вам не рассказал, что у меня за персонажи вообще. Что они себя представляют. У меня, собственно, вар-профессор-человек. Потом у меня клерик. Такожаный торгаш. Ну, много золота дающий. Человек. Рога-эльф-татуировщица. Это шаман-констебль-человек. И палагин-кузнец-человек. Собственно, что дают вот эти вот так называемые констебль, профессор и так далее. Собственно, профессор дает 15% шанс сагрить цель. Точнее, как-то не сагрить, а то, что враги 15% шансом будут атаковать именно профессора. Ну, для танка это полезно, в общем. А клерик у нас просто, он дает 10% бонусных, бонусного золота за квест. Очень полезно. Потому что мы очень постоянно делаем квест, и у нас это очень полезно. Собственно, рога у нас, татуировщица, самый полезный человек для пати. Не потому, что у него урон, а потому что татуировщица снимает один негативный эффект в начале хода персонажа. Рандомный. Он может как себя снять, так и союзников. И заменяет его положительным эффектом. Это самый полезный, не считая повара. Повара, наверное, у нас и более приоритетный будет. Но опять же, повара у меня забрали, причем безвозвратно. Что очень обидно, на самом деле. Повар шикарный. Повар даже сильнее. На констебле он рандомно в начале боя заменяет инициативу цели вражеской на самую низкую. То есть, если играем против одного человека, например, против одного врага, он будет ходить последним. Очень полезно для роги, потому что он по акстепам будет может увидеть. А ему важно, чтобы он проходил первым. В паладине кузнец, он просто ускоряет скорость прокачки предметов на 50%. Ну, и я выбрал чисто из-за статов его. Поэтому я особо не заморачивался. Вот, например, кузнец, он дает... Сейчас я вам покажу. Три силы, одна мотивосложение и два рефлекса. То есть, это хорошие статы для физиков. Поэтому я его и взял. возвращаемся к нашим кузнецам баранам. Мы поняли, что в текущей локации кузнец не падает, поэтому переходим в соседние. То же самое. Берем максималочку и ждем. Инициативу мы практически проиграли, но не полностью. Ускоряем нашего рогу для того, чтобы он чуть раньше ходил. Как вы видите, бой будет достаточно непростой, потому что мы не смогли всех за первый ход забрать. Поэтому нам придется немножко потрудиться, чтобы забрать. Ходит паладина, забирает троих, судя по всему, и остается один. Вот, собственно, нам нужно вот этот вот предмет. Или нет, это не нужно. нам дали редстоун, но оно нам не нужно. Кваступред почему-то здесь не падает, что очень странно. Видимо, от конкретного моба падает, например, шамана. Потому что давайте сейчас в это убедимся. инициативу мы опять проиграли. Причем большинство, то есть враги ходят один, три, четыре, шесть, а собственно мы очень сильно проиграли инициативу. Это очень плохо, поэтому лучше с таких боев сбегать, потому что если вы проиграли инициативу, то в большинстве в случае враги вас забьют. Пытаемся потушить мага, бьем уроном по площади, у нас минус один есть, минус два есть, как видите, не упало ничего, добиваем паладином две цели, а у нас остался один. Как видите, с них не падает, поэтому будем искать других мобов. Видимо, нужно именно в городе их искать. Сейчас пойдем в городе поищем. Как видите, просто предмет не упал. возвращаемся в город для того, чтобы найти просто предмет, с которых они падают. непонятно, пока. Перебегаем сюда и смотрим, с кого же у нас они падают. Они падают только с рыб. Соответственно, нам нет смысла этого набрать. На самом деле, первый раз такое встречаю, что поиск опыта не падает конкретного моба. в нашем случае тут получили с рыбами. рога урага у всех по инициативе обогнал, поэтому он может вырезать смело. посмотрим, сколько хп. 4400-4500. Я думаю, надо заднюю вырезать. Минус 5000, задняя погибла. Нам дали книжку, она у нас зеленая. Сложно сказать, что-то конкретное по этой книжке. Рыбы бьют в одну цель очень больно, поэтому их нужно огреть. Первый ход они могут бафаться на урон себе. даем им слабость для того, чтобы нивелировать их атаку и пробуем добрать. Нам дали квестовый махомор, что ожидаем. Пробуем забить молоком его. Глуба нам хватило и нам дали две книжки. Книжка собственно пятого уровня и книжка тринадцатого уровня. Как вы понимаете пятый уровень для нас пока что бесполезен, а вот тринадцатый уровень нам очень сильно пойдет, поэтому убираем. Что касаемо редстоуна, который мы получили, нам его нужно также расщепить. прокачиваем собственно щит на следующем уровне. Редстоуна расщепляем. Он у нас бесполезен. Собственно продолжаем бить рыб. Их можно бить на нормале, потому что для нас особо разницы нету. Вот этих ребят мы тоже можем просто чуть дольше будем. Мы бьем рыб. В одном бою в большинстве случаев один предмет падает, то есть еще один бой нужно будет завершить или два. Сколько нам осталось. Мы проиграли инициативу. Рога ходит последний. Рогу можно разогнать немножко. Разогнали рогу. Давайте ударим его пакстепом для того, чтобы они отдохнули. А сагрим обе цели на себе. Она бафается на урон. А мы ей попробуем дать стан. Следующая цель. Стан прошел. Даем ей слабость для того, чтобы она слабее ударила. Она бафнулась на урон, а мы дали слабость. Тем самым она чуть слабее должна была ударить. Собственно, за счет сплэша мы убили обоих. У роги стоит такой предмет. Привет. Сейчас я покажу вам его. он называется при его. собственно, лозы его, блин. Собственно, при убийстве цели она взрывается, на себя 90% дамага с окружающим врагом, ну, всем врагом имеется. крайне полезная способность. Очень много раз нас выручало. Я не знаю, также в идеале эту способность дать и паладину, потому что паладин, если будет забирать цель, так они вместе с рогой будут просто чистить все отряды здесь, что очень-очень полезно. Собственно, нам нужны две рыбины, поэтому нам нет смысла в задниках. Инициативу понизили. Ускоряем рогу для того, чтобы он быстрее ходил. Не чаще, а именно быстрее. А учитывая, что рога ходит первый, соответственно, мы можем ударить первым бакстепом. Рога бьет 6000 практически. Нам дали склянку бесполезную. Агреб на себя. Половин пытается выставить. стамп прошел. Даем слабость. У нас еще и ротэ баксовалось. Мы убили и получили мухомор. И последний квест. Квест доволюбой скорее всего будет. Он склянка бесполезная на первом уровне. Как вы видите, тут очень много народу. Нам, в принципе, можно этого таракана... А, кстати, обратите внимание, с таракана тоже падает. Его, кажется, тоже можно было убить. Давайте всех возьмем. Нам особо погоду он не не сделает. А тут придется чуть дольше бой проводить. Убираем этого таракана в первую очередь. Даем дождь. Защита. Рога бафается на уклонение. Многие бафаются на атаку. Паладин дает всем защиту. Жиба ударила. Пытаемся снять этого как он называется лобстера большого. Тастуем еще раз дождь. Тастуем массагр, чтобы нас атаковали цели. И рога начинает срезать. Смотрим по хп 4300 4500. Собственно задние опаснее точнее передние опаснее задние страшнее выглядит но они менее опасны. Поэтому давайте начнем срезать по краю. Минус 1 6200 срезали. Собственно нас уже мухоморка с того выпал собственно мы уже можем. Нам дали кровоток задней рыбы рыбы даем щит на всех 30 это очень много в принципе можно настакать слабость но я думаю просто дать побольше энергии у нас занимается этим клирик ускоряем собственно рога то что он ходил быстрее вот и уровщица сняла дебаф с роги тем самым мы можем баг степ сейчас ударить еще одного собственно мы убрали двоих остался один враг он затаунтился потому что при начале хода танка он не таунтится пробуем его застанить у нас получилось это сделать даем ему слабость раз шаман пытается ему ротэдать так называем ржав чтобы победить ему максимальное количество здоровья минус 6000 удар от роги и собственно бой окончен все мухоморы собрали можем вращаться на этом квест считается выполненным дали тут немножко тысяч тридцать ну ладно на этом пока все всем спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока пока